всем привет друзья прогнал я вот первую систему дошел до сюда есть один такой нюанс нужно насмотреться тут короче кино для того чтобы вот так вот не получалось я так ничего не вижу через камеру в общем сильно заплавлен просвет теперь я буду вот таким вот сверху брать здесь ну я чувствую что накосячил я и где-то там тоже возможно и здесь это все от того что слишком глубоко начинаете вот трубу фидинг начинаете слишком далеко вставлять и вот тот вот на плаву начинает вылазить как бы создает вот такую вот штуку вот чтобы этого не происходило нужно брать вот примеру то что вы будете паять 14 миллиметров 15 миллиметров получается вот у нас здесь отсюда вода ребра если неудобно не просто вот это вот расстояние вот я рулетки только что проверю вот отсюда до сюда 15 поэтому берем 14 миллиметров на тот раствор отмеряем и вставляем рисочку карандашом поставили теперь когда вы будете вставлять то исключительно до этой риски но сейчас я возьму суровым просветлю проход вот так появились так значит вот беру обязательно карандашиком ставлю меточку раз-два-три-четыре-пять начинаем снимать пошевелим одну сторону вторую тогда они одновременно свалят и надеваем вот сюда видно здесь у нас если чуть дальше начнем вталкивать ее образуется здесь вот выдавится после каждой пропайки вот остается здесь дымит по полчаса дышать невозможно что оно такое здесь мне нужно узнать насколько отрезать эту трубу я воспользовался вот стоит уровень и и навел его на центр сюда он у меня упал на трубу теперь я не подставляю вот такую вот и вижу сколько мне нужно срезать то есть еще в районе сантиметра срезать вот это вот у нас будет докуда мы будем греть вот так вот так вот так вот Стёгиваем И здесь должно быть у нас получается 14. Ну вот, отлично. Нагреваем потом паяльником, но предварительно я тройнику сюда припаяю вот сюда вот трубу. Ну, буду заканчивать этот сериал с отоплением. В общем, вот что у меня здесь вышло. Немножко, конечно, накосячу. Накосячу я из-за вот этой вот штучки. Мне надо было как-то ее дать место второй трубе. То есть тройник этот загну сюда и здесь опустить вниз и потом пустить туда. Я этого не сделал. Получилось, что вторая труба здесь не может лежать. Ну и криво. Из-за этого пришлось вот здесь вот делать такой вот узел. Разводку. Вот. Ну тут место за радиатором позволяет его пустить. Но гемора, конечно, хватило. Ну так кажется. Кажется, все. Ну немножко еще, наверное, подниму радиатор вверх чуть-чуть, потому что и тут как бы не мешало бы его, чтобы он вверх поднялся. Ну и там тоже самое. Можно вот здесь, чтобы этого зазора не оставалось. Ну как-то так, в принципе, как буду развязки делать на следующих радиаторах. То же самое, только уже буду учитывать вот эти вот нюансы. Ну это самый такой сложный радиатор, средний. Потому как там и здесь, в принципе, они одинаковые, наверное, там. Тут начальный, тут конечный и наоборот оно идет. Вот. Ну, в принципе, работать с полипропиленом, я скажу, наверное, если соблюдать правила пайки, довольно просто. Ни с чем так быстро не провести отопление, как полипропиленом. Не знаю, как качественно они служат, насколько надежно. Но работать с ним, в принципе, если бы не этот смрад, который создает вот этот паяльник, почему-то другой раз, когда паяешь, наверное, передержишь немножко, остается нагар вот на них, начинает сгорать. Вонь это поднимается, голова болит потом ужасно, пооткрыла окна. Вот. Ну, не знаю, думаю, пенсионерам здесь будет достаточно тепло. Еще, если учесть, что все трубы будут прогревать дом тоже, это дает приблизительно ребра два дадут они по своей теплоемкости. Так что, я думаю, здесь будет. Да и дом сам по себе теплый, небольшой, вполне удобно. Ну, с помощью уровня лазерного работать гораздо, конечно, удобнее, проще. Ну, что ж, буду заканчивать. Все, ребят, всем пока, удачи!